Приветствую вас в одном гости, братья и сестры. Если спросить любого христианина, независимо от конфессии, которой он принадлежит, какой фрук вкусила его в раю, то, скорее всего, ответ будет однозначно яблоко. В районе Восточного Средиземного моря, в Палестине, между реками Тигры и Фрат, там, где находился библейский рай, яблоки не прорастают. Следовательно, плод этого дерева не мог быть образом библейского плода от райского дерева познания добра и зла, то есть яблоко. Блаженству первых людей в раю позавидовал дьявол и соблазнил их, то есть Адам и Еву, нарушить запыть Божию. Он вошел в змея, и когда Ева была позднее запрещенного дерева, с хитростью спросил у нее, правда ли, что Бог не позволит вам есть ни от какого дерева в раю? Нет, ответила Ева, конечно, плоды от всех деревьев мы можем есть, только плодов с дерева познания добра и зла. Бог повелел нам не вкушать. И далее он ей говорит, ешь, и вы будете как боги, то есть хотел обмануть, что и у него получилось, после чего Адам и Ева будут выгнаны из рая. Нужно еще подчеркнуть, если внимательно вчитываться в текст третьей главы Бытия, то можно уловить две такие, я бы сказал, характеристики этого загадочного дерева. Во-первых, отмечено, что плоды его доброй снеги, то есть если они показались Еве особенно вкусными. Второй, очами в виде красной ести. Ну, давайте обратимся к старому церковному славянскому языку, есть слово красно, то есть имеет два значения. Во-первых, это цвет, то есть красный, и второе, современное цветовидение, это цвет, соответствующий, может быть, ярко-красному, пурпурному, такому, я бы сказал, спелой вишне. Ну, также еще красный, мы часто применяем Красная площадь в Москве, Красный угол в доме, Красная девица, то есть красивая девица, то есть два значения здесь. Ну, и также проблазом райского дерева мог быть один из местных сортов хурмы, по-латински диаспорус. В настоящее время насчитывается 200 видов субтратического дерева, но никак ни яблока не соответствует. Или это смокомница по-русски инжир, о нем мы еще слышим со строк Евангелия. Он вскрыл гробницу, о усопших святых, чтобы после крестной смерти Христовы они вышли из гробов и явились многим. Матфея 27, 52. Он также иссушил смокомницу, чтобы показать, что будет отвержить иудейский народ за его неверие в Сына Божий. Итак, проклятие смокомницы стало символ отвержения тех людей, которые имеют только внешний вид и исполнительные закона, а в действительности добрых плодов не приносят. Почему так сделал Христос? Инжир может быть спелым внешне, а внутренне зеленым и неседомным. Иерейский народ не принял его, то есть Христа не принял. Внешне готов был, а внутри не принял. И так по библейскому описанию, подводя итог, самые подходящие плоды райского дерева могли быть хурма тех мест, произрастающих, или инжир географический там, которые росли. Храни Господь с Богом!